Будем устанавливать Федору. Вот сайт GetFedora. Тут мы выбираем Workstation. Песочник загрузить. Ну, и сохраняем. Я сохраняю. Его ставлю тут. Да, вот и сохраняю. Но у меня уже скачано. Поэтому я его скачивать не буду. А сразу перейду к установке. Итак, создадим Федору. Сразу у нас подключился Linux Fedora 64. Папка машины будет... Как я уже сказал, ставлю я в WarVM. Для порядка вот так вот назовем папку машины. Если вы ставите в исполненном классе, то вставьте в WarTmp и по имени вашего пользователя. Поставлю 40.96, конечно. Виртуальный диск создадим. Федиай. Федиай это входной формат виртуалбокса. Ну, его и будем использовать. Динамический виртуальный диск, чтобы он рос. А занимал все больше и больше места. Я поставлю 80 гигабайт. Ну, почему? Потому что мы собираемся потом как-то работать с этим диском. Что-то в нем внутри делать. Поэтому 8 гигабайт не хватит на нашу жизнь. Давайте настройки посмотрим. Включим буфер обмена. На снапшоте тут. Ну, пусть два процессора. Дисплей. Можно 3D включить. Большого нам этой радости не даст. Тут подключим наш диск. Выбрать файл диска. Федора. Подключили наш диск для загрузки. Аудиосеть NAT. Порты USB будем подключать как нужно. Общие папки потом сконфигурируем, когда нужно будет. Ну и все, пожалуй. Хочу напомнить, что папку для машин по умолчанию вам лучше сделать. Если вы работаете в дисплей классах на локальный диск, а не на сетевое устройство. У нас вот хост комбинация для виртуальной машины. Хост комбинация это клавиша, по которой у нас происходит переключение из виртуальной машины в хостовую систему и обратно. Поэтому мы используем по умолчанию идет control правый, но у нас правый control привязан к переключению раскладки в пример классах. Поэтому я ставлю клавишу меню. Итак, запускаем. Значит, он по умолчанию хочет протестировать диск и потом запустить. Тестировать диск смысла нет. Мы сразу запускаем итора в workstation. Почему мы предлагаем использовать Fedora? потому что Fedora является установим на харддиск. Fedora является у нас частью экосистемы Red Hat. Соответственно, Red Hat это наиболее оптимальная тема для сервера. есть и не сам Red Hat, а его свободные клоны, которые раньше это место занимал CentOS, а сейчас вместо CentOS, поскольку CentOS купила Red Hat, а Red Hat купила IBM и CentOS прикрыли. Вместо CentOS будут использоваться другие варианты этой системы. Итак, куда мы устанавливаем на харддиск? Вот он выделен. Автоматическое разбиение. Я не буду ничего менять. Готово. Сейчас он проверит. Клавиатура английская, русская. Часово поезд Москва. Начать установку. Вот он ставит. Будем смотреть, как он устанавливает нам нашу систему. Итак, мы остановились на том, что Fedora это экспериментальная ветка Red Hat. Думаю устанавливать CentOS или Red Hat, или Rocky Linux, Alma Linux, ну вот ветки, форки от CentOS. Если вы не используете этот компьютер как слепок сервера, я не вижу большого смысла, поскольку основная идея сервера это стабильность. Основное программное обеспечение серверное. Естественно, у нас идет некое отставание посредством разработки и так далее. Основная идея рабочей станции это использование наиболее свежего, наиболее оптимального, наиболее удобного программного обеспечения как раз не серверного, а именно разработки. разработки. Поэтому для данных целей, если вы хотите использовать ветку Red Hat, то предлагается использовать Fedora Workstation, ну и соответственно настраивать ее так, как вам нужно. Ну и потом вы можете мигрировать и на другие дистрибутивы, ну или сразу выбрать какой-то конкретный дистрибутив и работать с ним. Собственно, установка, это одно слово, что установка, у нас есть образ системы, это у нас LiveDisk, то есть с этого LiveDisk запускается система и работает, поэтому под установкой тут понимается копирование образа на диск, на ваш жесткий диск или на жесткий диск виртуальной машины, поэтому установка идет очень быстро, не надо каждый пакет отдельно рассматривать, по каждому пакету восстанавливать зависимостью, потом каждый пакет отдельно распаковывать и устанавливать, записывать информацию в базу данных пакетов и так далее, тут все это делать не надо, все это уже как бы есть и просто-напросто мы копируем всю информацию на диск загрузчик ставится как мы видим он задумался но нелинейная у нас строка состояний так это копирует информацию на начальный RAM-диск загрузки подстраивается под текущее ядро установлено завершить установку давайте перезагрузим значит выключим подключим оптический привод 5-диск и запустим снова вы знаете VirtualBox имеет драйвера для операционных систем для того чтобы раскрывать экран на полную взаимодействовать изнутри VirtualBox копировать информацию в хостовую систему и обратно фидоре эти драйвера идут по умолчанию и обновляются с помощью самого менеджера давайте попробуем они сразу срабатывают подогнать размер экрана гостевой ОС вот он растянулся у нас далее учетные записи пропустим а теперь мы делаем и так как вы помните у нас должен быть о соглашении об именовании имя пользователя инициалы и фамилии пароль я сделаю 1 2 3 4 5 6 и начнем работу у нас два языка который не нужен по гному разрешение смотрим изменилось у нас вот оно ну и фактически у нас система установлена по умолчанию стоит наш интерфейс пользователя это гном ну и если мы перегрузимся то мы по умолчанию загрузимся на полный экран на полное окно наше приложение и по умолчанию у нас должен быть дисплей менеджер который запросит наш пароль давайте посмотрим как все это произойдет он долго он это я переключил с помощью альта клавиатуру виртуальный дисплей переключил вот он задумчивость подождем когда он начнет перегружаться так вот у нас он перегрузился выберем первый пункт загрузка вот он растянулся на весь экран и запросил пароль тут мы можем выбрать вариант как мы загружаемся по умолчанию загружается гном на вейланд можно посмотреть пароль если вы не уверены правильно ли вы его набрали а вот наша операционная система ну теперь выключим установка операционной системы состоялась папа м п п п м п м п пит